Продолжение следует... Я хочу к нему обратиться, потому что это те вещи, о которых мы собирались думать в 2017 году. Это были наши планы, длинные. Это было 6 вещей, ставок, о которых мы думали год назад. Не в горизонте год, а в горизонте более длинном. Что-то из этого получилось, что-то нет. Итак, год назад о чем мы думали, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что нам надо начать отказываться от модели воронки. Мы говорили, что воронка бесчеловечна, а в России не так много людей для того, чтобы это делать. Мы говорили о том, что нам надо сделать русский стартап как новую модель. Мы говорили, что надо попробовать по-настоящему использовать принцип делать лучше всех или учиться о лучших. Мы говорили, что для Российской Федерации мало одного оси, и нам надо больше маленьких разных агентств стратегических инициатив и подобных структур. Мы говорили, что нам надо научиться сгущать людей вокруг событий. И была шестая самая сумасшедшая мечта, что мы в следующем году можем сделать принципиально новый университет. Вот удивительно, но то, что казалось наибольшей мечтой, университет 2035 мы сделали общими силами. И всем огромное спасибо, мы вместе эту штуку стартовали. Но дальше случилась удивительная вещь. 2017 год стал годом, когда нас с вами хайпнули. Мы оказались объектом вторжения большого количества западных мемов. И весь год прошел под очень странными, очень странных событиях. Вся наша технологическая политика, она пала жертвой этого самого хайпа. Вдруг люди, которые никогда к этому не имели раньше отношения, начали всем рассказывать о том, что вот-вот у нас сейчас случится новая Либаба и все магазины умрут. Дальше, значит, что вот зашел Uber и больше машины никому не нужны. Дроны вот-вот полетят. Это никакой не 1935 год, все уже сделано, что сейчас будет. Автоботы уже поехали, по Америке ездят и у нас сейчас тоже поедут. Крипто, все, заменят, будут только-только криптовалюты, все остальное не нужно. Менеджмент, все, есть agile для тупиц и больше нам с вами ничего не надо. А в разговорах появились новые фразы такие удивительные. А, да, ну и конечно, Государственная дума. Надо принять закон о роботах, интернет вещей немедленно заработает. Я услышал вопрос тебя от хакатонить или обфорсайтить. В диалоге в кафе утром, в кофемании, ты не понимаешь, это же смарт-контракт. Какие знания? Тебя что, в гугле забанили? Ну и конечно, главное слово года, значит, блокчейн, который стали называть блокчейном. Вот это все вдруг стало предметом, не предмет разговора профессионалов, а таким обычным диалогом обычных людей. Люди ломанулись манить биткоины, значит, там клепать дроны, вводить криптовалюту, писать смарт-контракты. На рынке появился миллиард, значит, маркетплейсов, больше, чем товаров производится в Российской Федерации. Количество компаний, которые сказали, что мы сейчас быстро автоботы сделаем, их тоже стало огромное количество. При этом никто особенно не думал о том, на какую действительность это приземляется. И в глазах у людей то, чем мы занимались, приобрело довольно-таки гипертрофированные формы. Ну вот как-то так, вот как-то так, а виртуальная реальность, да, вот, значит, аэронет с магнитной левитацией реализованный, да, ну и распределенная энергетика вместе с, значит, заправкой для электромобилей в российских условиях. Вот на майнинг, да, ну вот майнинг там, а здесь, значит, заправка такая. И мы оказались ровно в ситуации, когда то, что мы обещали сделать к 35-му году, тысячи людей стали обещать сделать уже в 18-м году. Уже есть, да. В общем, это обман. А там, где не обман, там ограбление. А там, где не ограбление, там прямое надувательство. То есть метод очень простой. Берется сверкающий западный, западное робототехническое устройство или какая-то модная тема, вся такая модная, отрекламированная в кинотеатрах и довольно быстро перегоняется на, значит, кэш, либо другие эквиваленты. И на самом деле реальность, в которой мы оказались, это очень тяжелая реальность, потому что что произойдет на самом деле? Алибаба будет скупать магазины. Убер будет покупать автомобили и станет самой большой автомобильной компанией в мире. Дроны массово в мегаполисе в ближайшие 10 лет не полетят. Автоботы никаких в ближайшие годы тоже массово на дорогах общего пользования не поедут. А криптовалюту будут массово запрещать. Agile это действительно только для тупицы никак не может быть применен к сложным задачам управления, особенно государственного управления. Закон о роботах не имеет никакого отношения к интернету вещей. Значит, смарт-контракты пишутся в основном людьми, не имеющие личного образования, никогда не будут применены. А знания гораздо важнее, чем раньше, потому что способность задать вопрос требует гораздо большего уровня фундаментальной подготовки, чем раньше. Ну а что касается блокчейна, то задайте себе один вопрос. Почему, если эта технология доступна уже 10 лет, а она доступна 10 лет, на ней нет до сих пор ни одного работающего приложения? А мы мыслим и общество мыслит, и что более ужасно мыслит государство, в навязанных мемах, за которыми не стоят вообще никаких смыслов реальных. И в этом то, что нам нужно, и то, что нужно сделать, это, конечно, иметь стратегию здорового человека, которая в первую очередь должна начинаться с семантической гигиены, с того, что мы называем мыть факты перед едой. Сначала проверяем факты, потом собираемся в команды, дешево и много ошибаемся, думаем из будущего, и мучительно-мучительно вырабатываем язык этого будущего. И только тогда мы получаем право на то, чтобы заниматься прогнозами и инвестировать в них наши деньги и время. Пока будущее в руках у вот этих хайпоносцев, мы, конечно, находимся в огромной угрозе. Значит ли это, что мы отказываемся от наших технологических прогнозов? Ни в коем случае. Будущее в ближайшие 20 лет, безусловно, изменится очень просто. В 2015 году я предложил впервые этот метод. Берем то, из чего состоит нынешняя отрасль. Например, если мы говорим об автомобилях, то они сегодня сделаны из железа, на двигателях внутреннего сгорания, человек за рулем, делается на крупных фабриках, предлагается услуга владения, состоит из единой конструкции. IP находится у производителя, сеть дилеров, сложная логистика. И в основном это про передвижение. И 1935 год, все обратное. Он композитный, электрический, беспилотный, делается в сборочных цехах. В первую очередь это услуга сервиса, модельность, open source, как стиль жизни существует в каждом городе и про удовольствие и пользу. Но на этом 20-летнем горизонте могут быть самые радикальные изменения. Одно из этих радикальных изменений – это вот эта девушка и машина на этой фотографии. Кто предположит, в каком году и где эта фотография сделана? Да, Иран перед исламской революцией. Прошел год, девушка одела паранжу, ввоз автомобиля был запрещен. Реальность иногда наносит такой быстрый, такой сильный удар, что обычное прогнозирование, оно не работает. Но тем не менее, если мы поговорим про сегодняшние отрасли, про то, как и из чего мы живем, то значительная часть из них будет а – исчезать, б – переходить в комодити. То она все равно будет, но зарабатывать на ней, инвестировать в нее будет уже невозможно. А что это? Очень коротко. Ну вот система даже, которая внедрялась относительно недавно. Нынешняя система контроля на дорогах. Раз – и через некоторое время исчезнет. И не будет никаких камер, видео, которые будут брать штрафы. А система обычных компьютерных сетей. У нас будет уходить. Обычная автомобильная промышленность. Исчезать. Классические системы накопления, в которых мы храним деньги. Становиться бессмысленными. Легкая промышленность. С большими фабриками. Исчезает. Классоурочная система образования постепенно уходит. Канцелярии, бумажные документы, оборот. Исчезают. Обычные системы безопасности заменяются на киберфизические. И постепенно, постепенно в 2025 году мы примерно половину из действующих отраслей не увидим. А там, где увидим, они будут уходящие. Мы их будем социально поддерживать, но точно не зарабатывать на них деньги. И точно не будем готовить под них специалистов. Основится ли прогноза в 2025? Нет, ни в коем случае. Посмотрим, что произойдет дальше. Отдельные отрасли будут по-прежнему исчезать. Исчезнет облачный компьютинг. Как класс, в который сегодня верит огромное количество людей. Целые виды спорта и медицины. Целый ряд развлечений. К 2025 году из того, что будет по-прежнему ценной, во что мы будем хотеть инвестировать, будет относительно небольшая группа отраслей и видов деятельности. Попробуем их сконфигурировать. Делятся они очень просто. Это все то, что обеспечивает глобальную связность. И в первую очередь беспроводную связность. Это то, что обеспечивает принятие решений, законов и управления, в том числе судебного управления. То, что основано на больших данных и алгоритмах. Это наш с вами жизненный цикл. То, как мы растем, то, как мы себя развлекаем. И то, как мы взаимодействуем с домашними животными. И то, как мы копаемся в своей голове. Это останется. И, конечно, все то, что относится к нашим взаимоотношениям с природой. То, что связано с нашим жильем, связано с психийными бедствиями, связано с комфортом и климатом. Вот это темы, которые остаются актуальными на 20-летнем горизонте. Из этой логики можно строить успешные отраслевые и кроссотраслевые стратегии. Но для того, чтобы это делать, надо забыть ряд слов, с которыми мы сегодня разговариваем. Это вредные слова. Это вредные слова из прошлого. На этих словах уже заработали миллиарды денег другие люди. И они хотят еще немножко заработать на нас, продав нам вторичные смыслы. Это такие слова, как платформа, которую мы сегодня всюду пихаем, marketplace, монетизация, инновация, KPI или, знаете, у нас еще такие смарт-цели. А вот это все устаревшие глупости из менеджмента и бизнеса 10-летней и 20-летней давности. Они из уходящего времени. И как только на нас отмоют остатки вот этих денег, нам будут продавать следующие. Это слова из правого ряда про языки, про библиотеки этих языков, про агентов. Главное слово будущего это сеттинг, корреляты, эмоции, контуры безопасности. На них будет складываться это новое будущее. Мы его сегодня не понимаем, мы даже этих слов не знаем. Но поверьте, мы вынуждены будем их в ближайшие годы выучить. Можно ли строить систему управления в эпоху хайпа? У нас прорываются вот эти мемы и поглощают все разумное доброе вечное, с которым мы работаем. Действительно ли мы бессильно бороться против вот этих набегающих волн вторичного интеллектуального сырья? Думаю, что вполне можно. И на своей практике я очень коротко покажу 7 инструментов, которые мы используем и которые обладают свойством хайпа устойчивости. Первый инструмент, конечно, планировать не из прошлого, не из настоящего, не из наличивающих ресурсов, а из будущего. Если вспомнить стратегию НТИ, то у нас вот здесь все это предсказано. В том числе раздел под названием «Шеф, все пропало», когда нам будут говорить, что все уже сделано другими игроками. Тот момент, когда у нас будут быстрые успехи и то, когда мы можем делать подлинный акцент, подлинную стратегию. Если вы посмотрите, то для нас самым главным временем здесь является время между 2025 и 2030 годом. Но к нему надо тщательно подготовиться. То есть планируете из будущего, если делаете это качественно, вам хайп не страшен. Что еще можно делать? Можно просчитывать все варианты нового. То есть не считать доступные ресурсы, а считать потенциальные модели того, как это может быть реализовано в будущем и считать их риски. Наконец у нас матрица НТИ. С гордостью могу сказать, что наш аналитический инструмент оказался полностью устойчивым. За весь 2017 год не возникло ни одного понятия и ни одного хайпа, которое не было бы предусмотрено внутри наших леточек. Они были строго уложены сюда. Мы понимали, что здесь будет происходить. Еще раз, за весь год ни одного не случившегося. Но дальше будет сложнее. Почему? Потому что третья, четвертая для нас задача это работать с порядками, работать с экспонентой. И понимать, как то, что мы делаем сегодня в количестве тысяча, мы можем сделать в количестве миллион. Как то, что мы делаем в количестве миллион, можно сделать в количестве миллиард. Это относится ко всему, к людям, к долларам США, к рынкам, ко всему. То есть работа с порядками. И нам предстоит научиться работать по экспоненте и понимать, какими технологиями, управленческими, ресурсами, любимыми другими, мы можем выходить не на рост в 5-15%, а рост с порядками. Потому что конкуренты работают с порядками. Конечно, нам принципиально важно собирать собственные смыслы. И, к счастью, у нас богатая культура, которую совершенно спокойно можно класть на самые передовые технологии. В этом году у нас впервые поехала российская команда на мировой конкурс по синтетической биологии iGEM. Ребята приложили вот такую модельку для себя. Это вот их самоопределение. Да, это матрешка, казалось бы, национальные черты, но вот здесь будущее. Оно прекрасно укладывается одно в другое. Дальше. Когда к вам приходят хайпоносцы? Есть один очень простой инструмент. Звучит он так. Когда к вам приходят с этим безумным проектом про блокчейн на миллиард долларов или про что-нибудь еще, есть универсальный рецепт. Попросите человека сделать что-нибудь простой, маленький результат. Без вот сложной конфигурации, а просто простой, маленький результат. Вот попросите его передвинуть шкаф. Если шкаф двигается, можно работать дальше. Если нет, то, скорее всего, это все где-то там. Ну и, конечно, в конце концов, нам нельзя быть абсолютными реалистами. Нам нужно ловить этот самый момент будущего, работать не только с наукой, но и с искусством, и с чувствами, нашими собственными чувствами. И я некоторое время назад нашел такой образ, который для меня стал таким моментом, когда человек в обычной повседневной жизни вдруг ловит это чувство будущего, попадает в вечность и создает рынок на много миллиардов долларов. Мы называем эту штуку момент Малевича. Вот я желаю всем нам в новом наступающем году побыть немножко Казимиром и каждому в обычной жизненной ситуации увидеть то самое будущее, в которое можно, несмотря на то, что оно черное и страшное, нырнуть. Нырнуть, вынырнуть, оказаться в нем и оказаться в нем успешным. И до встречи в такой же ситуации в 35-м году, когда каждый из нас либо попадет в вечность, либо создаст свой миллиардный рынок. Спасибо.